Итак, всем привет, с вами Топгай, и мы начинаем играть за Афганистан в Кайзер Шизу. Ждал я здесь фокусов, потому что выглядело всё прикольно, ну и они вышли. На самом деле, выглядят они не сильно прикольно, но давайте попробуем. Пойдём мы, скорее всего, вот сюда, вот в эти фокусы. Ну, посмотрим, может что-то поменяется, но пока план такой, так что поехали. И сразу мы знаем, что здесь будет война с Индией, так что готовимся сразу на позиции. Я выбрал... Так, ну-ка. Тут нам рассказывают лорные вещи. В общем-то, мы там, я помню, с Германией немножко дружили. Тут у нас и что-то козырей хотел, и Османская империя. В общем-то, есть экспедиции, они нам немножко помогают. Ну ладно, в данном случае, у нас сейчас самое главное успеть окопаться к войне. Я не уверен, как это, что будет начинаться. Но я выбрал вот такие вот позиции здесь, вот эти две провинции. Здесь всего две дивизии, они слабые, но здесь можно договорить только с одним направлением, через речку и в горы, ещё и зимой. А здесь как-то с многих сторон, так что как-то так попробуем. Может, этого будет мало, посмотрим. Кто-то там пришёл в Тамбул, но это ладно. Фуксов у нас пока нету, так что сидим, ждём. Я уже вижу такой вот мем, что здесь у нас не хватает припасов, так что вот так пойдём. А вот так уже хватает. Классно, вот так. Тигран. Тигран, точнее, по-моему, наверное. А вообще, в идеале, я бы хотел успеть обучить вот этих ребят. Это в идеале. Попробуем. Здесь ребята вообще ветераны, так что в них я достаточно уверен. Статы у них всё ещё плохие. И мы стартуем ещё с дополнительной техой вот этих вот афганских орудий. Ну, в принципе, пехотка. Которая просто отвратительная. У него всего одна софт-атака, ребята. Это ужасно. Поэтому я, конечно же, сразу поменял всё на вот эти вот маузеры. Тем более, что эффективность не теряется. Так что, да. Но производить мы их будем очень долго. Так что, так что придётся потерпеть. Но в каком-то вот таком вот порядке будем пополнять войска. И смотрите, как он возвращается. И у нас появляется новый фельдмаршал. Кстати, давайте проверим. Может он будет каким-то хорошим. И он действительно не так плох, пожалуй. Но здесь есть вот эти бафы, которые я всё-таки хотел бы иметь к самой войне. И у нас есть вообще неплохие бафы. Плюс атака против Дели. Есть, конечно, ещё и куча дебафов. На самом деле, огромное количество дебафов. Кавалерии, видите, я не распускаю, потому что у нас есть бафы на атаку кавалерии. Ещё больше дебафов. Ещё больше дебафов. Ещё больше дебафов. Ну и тут немножко бэнбавара. И немножко помощи от Германии. Ну, ладно. Ну, смотрите, как и четвёртая война. Объявят они нам войну, значит, мы делаем вот так. Прекращаем тренировки. Успели мы, по крайней мере, здесь зелёных убрать. Вообще, в теории... Нет, ладно, мы бы не успевали. Так что да, пускай они до конца окопаются. В принципе, мы готовы. Пускай попробуют нас пробить. И мы получаем, кстати говоря, две дивизии. Сразу же выполняем автоматически практически этот фокус. У нас накопились дни. И смотрите, можем попросить помощи. И можем сразу варсаппорт поднять. Я думаю, что, наверное, варсаппорт нам чуть-чуть поинтереснее. Это всё-таки наши горки же, верно? Верно. Так что давайте варсаппорта начнём. И, наверное, эти дивизии я отправлю вот сюда. Потому что этот фронт мне выглядит, мне кажется, самым уязвимым. Нам сразу хотят отправить Линглис. Я это приму. Может, там ещё и Германия захочет отправить Линглис. Было бы приятно. Но нет, они не хотят. Если кто-то забегает от нас... Ну, это всё предателя, очевидно. Настоящие ребята воюют вот здесь. Вот в ополчении. Получаем варсаппорт. Можем ещё варсаппорта поднять. Я бы, наверное, кстати говоря, так и сделал. Но я думаю, здесь тоже что-то вкусное будет. Так что давайте попросим. Первые бои. Кстати, у нас есть ли авиация какая-то? Нет. Увы. И да, статус у нас отвратительный. У нас ещё кто-то покинул. Но у них тоже. У них, в принципе, тоже. Так что, я думаю, кое-как потерпим. У нас огромная защита. Мы урона должны не получать практически. И турки, да, нам помогают. Что-то нам отправили. Видимо, оружие. Да. Да, и оружия немало, я вам скажу. Слушайте, нам нужен только опыт. И мы себе добавим сейчас неплохо так по оружию. Более того, я бы вот эти дивизии, наверное, переделал в нормальные. Да, у нас есть на это всё. Делаем себе нормальную армию, что я вам скажу. И вот так. Здесь тоже, смотрите, есть Royal Cavalry и есть Tribal Cavalry. У нас здесь бой закончится. Немецкие тоже приходят. Тоже, наверное, они что-то такое отправили. И всё, мы здесь делаем Royal. Потому что это чуть-чуть больший шаблон. Ну, нормально. Ой, смотрите-ка, можно получить 250 политки. Я бы это хотел сделать ради пафов дополнительных. Ну, повыставлять их, очевидно. Там никто не пройдёт. У нас здесь непроходимая территория. Здесь тоже. Всё выглядит достаточно безопасно. Только надо, как я и говорил, сюда выставить артиллерию. Тогда с нам очень много статов. Особенно учитывая то, что это неиская арта. Ну, нормально. И давайте рассудим здесь вот 25 опыта, чтобы домодифицировать наши дивизии. У нас, кстати говоря, промышленность имеется на самом деле. Неплохая. И я не постесняюсь, наверное, политку потратить в первую очередь на экономику. Потому что, ну, бои вроде вообще не происходят. И смотрите-ка. Домион Индии. Дали мы им дебафы. Прекрасно. Удачи пробиться, ребята. Ух. Ну, это всё. На этом моменте, как говорится, можно писать ГГ. Там ещё авиация пришла. К нам ещё добровольцы от Германии пришли. Не, ну, тут как бы реально всё. На этом моменте всё. А ещё я немножко подумал и переделал всё-таки всё просто в одну дивизию. Точнее, всё в одну армию. И здесь я тоже сделаю нормальную пехоту. Думаю, идея нормальная, потому что у нас арты немножко многовато. Нужно во всей дивизии пихать. А я что-то как-то не сильно захотел пихать её в кавалерию. Именно в текущую. Потому что это просто потеря опыта. И мы получили джихад. Смотрите. Плюс ещё мэнпавер и бафы на армию. Здесь тоже бафы на армию. Прелесть. Как Ишка на Афганистане проигрывает такие битвы, я понятия не имею. Но, кстати говоря, да, у нас есть авиация. Можно построить авиабазу. Допустим, вот здесь. Которая будет построена через год. Как раз к концу войны, верно? То есть ничего мы не будем её строить. Но если проведусь ради вон там, я вижу, у нас была авиабаза. Ну, кстати. Ради такого можно и вернуть её. А в России побеждают социалисты. Вот и добровольцы. Ну, я не вижу, как можем эту войну проиграть, если честно. Немцы ещё и в атаку пошли. Ну, мне интересует только авиабазу вернуть, на самом деле. Не сильно она мне нужна, потому что там всего 50 самолётов. Ну, а чего нет? Да, и немцы прям решили вообще вот так уйти. Я, кстати говоря, сделаю здесь примерно то, что я обычно и делаю. Вот так, чтобы у меня было планирование всё же. И сюда отправлю, ну, скажем, одну дивизию. Отправил две. Нет, одну. Вот такие вот самолётики. У них очень мало атаки, мало защиты. Ну, в теории можно попробовать, по крайней мере, посбивать вражеские самолёты. А там начинается гражданская война в России. Давайте они потренируются, а потом пойдут воевать. А вот что мне не нравится. Нам бомбят чёртовы поезда. Придётся сделать вот так. Так, ну что, можем вообще помогать, я думаю, в атаке чего нет? Как бы, да, да. Это у нас ещё и клаймы наши, кстати. Мы можем получить, возможно, выход к морю таким образом. Мы, кстати, исследовали. Можете видеть новую пехоточку. Конечно же, и ставим на производство. Статус там растут в два раза. И можем дальше промышленность подкачивать. Мы будем сильной страной, ведь. Я думаю, всё-таки концентрированную. Ну и доделываем нашу дивизию до дефолтной. И начнём сразу две дополнительные обучать. Теперь у нас штаты, ну, выглядят вообще солидными. Напоминаем стартовые где-то шесть атаки. И да, очень-очень солидно. Так, они пошли сами в атаку. Это очень прекрасно. Я бы хотел, конечно, чтобы они об нас убивались. Потому что они не хотят этого делать. И да, нам поезда все бы бомбили. Но люди ли? Совсем не люди. Придётся зато дивизию вернуть назад. И везде у нас в жёлтой коробке. Это не прикольно, но... Чё поделать. Прикол в том, что в один момент Индия призовёт, наверное, других своих союзничков. И тогда станет не так приятно. Ой, наконец-таки, форсированная атака. Дождались. И они смогли отменить. Это вопрос, конечно, как. Но да, пускай, пускай. Я не против. Потери будут гигантскими в таком случае. А вот, все говоря, и советничек на атаку, защиту и мэнпавер. Всё из этого очень полезно для нас. Вот, смотрите, как Туркестан нам там просит помощь. Давайте полную поддержку дадим. Не знаю зачем. Просто дадим. И да, ребят, смотрите, пытаются атаковать. Ну, я могу периодически вот так вот захотеть в бой. В кубочках не заходить, потому что у меня нету радио. Ну, вы поняли. И фармить себе опыт. Они позвали сюда смотреть кого? Канадцев. Всё, они не стесняются. Позвали вообще всех. Да, это чуть-чуть сложнее. В кубочках вообще плевать. Пускай только продолжат атаковать. Мне нужен армейский опыт. Я хочу побыстрее доктрину реформировать свою. Вот у меня уже и, смотрите, вот здесь вот перки есть. Добыла сюда, кстати, поставить. Да, я духи не поставил. Это небольшой минус. Я тут что-то сделал левелап. Один или вообще даже два. Без вот этого перка, что плохо. Ну, так или иначе, нормально. Судьба миноретов. Должны починить. Или, я думаю, Аллах их защитит. Я думаю, защитит. Теперь советника ещё на атаку. Ну, и в итоге у нас, ну, просто красивые статуи уже. Реально статуи как будто мы нормальная страна по развитию. В принципе, почти что так и есть. Нужно только избавиться от дебухов. В Америке начинается гражданская война, а наша война даже и не хотела заканчиваться. Я не уверен в сфере, какой у нас финн-кондишн, потому что кап, ну, очевидно, антанты выглядит немножко большим для нас, скажем так. Ну, будем сейчас потихоньку. Я просто продолжаю драться, на самом деле. О, плюс гражданская фабрика, это приятно. Да, я просто продолжаю драться, на самом деле. Кто-то ещё начал воевать. Вот эти ребята начали, какие внутренние войны, как это. То есть, я просто периодически атакую их дивизии, выбиваю из них ресурсы. Что даже в атаке у меня вот с такой атакой выгодно воевать. Посмотрим. Хотя у них тут оказывается пункт снабжения. Что если мы сделаем вот так? Даже, кстати, вот так. Так, можно что-то повайпать, почему бы и нет. Ну, так, как говорится, будет неловко, если Афганистан придёт и вайпнет здесь силу антанты. Но, да. И на этом и происходит. И тут пункт снабжения недалеко. Будет тоже неловко, если я возьму и перекрою вам снабжение полностью. Ну, ещё тут вот надо будет карачи взять, так сказать. И, кстати, форсированная защита их спасёт, да. Я пока что не хотел бы пытаться её пробивать. Так что как-то вот так. И у нас наша армия полностью освободилась здесь. В теории, если я смогу здесь вот подрезать те самые карачи, то у Карамела не останется выбора, кроме как отступить. Смотрите, о чём я. И мы взяли карачи. Прекрасно, я бы сказал. Очень прекрасно. Как-то вот так, наверное, я тогда хочу сделать. Эту дивизию здесь одну оставляем. Так вот у нас здесь будет проход. Которую мы должны, я думаю, без проблем защищать. И сейчас начнётся афганистанский зажим, говорится... Ладно, просто пехотой. Вот тоже наш генерал ещё, смотрите-ка, и адаптабл. Прелесть. Главное, чтобы он случайно пропал после каких-нибудь политических ивентов, а то раскачал я его очень хорошо. Как и этого. Ну давайте здесь уже поставим этого, потому что нам реально надо его уже раскачивать. Типа вот этот получил очень много опыта, которого он не должен был получать. Этот опыт всё-таки нужен будущему генералу, а не текущему. Так, и... Так. Прикрыть узла надо срочно. У нас выбор заниматься торговлей наркотиками либо нет. И, конечно... Можно, короче, без сомнения, а можно продолжить, но публично не поддерживать. Я бы вообще запретил, но у нас такого выбора, к сожалению, нету. Но ситуация у нас сейчас такая, я бы сказал, непростая. Здесь у нас нету припасов. Из-за того, что у нас вот здесь вот высадились, я тут немножко чуть не потерял дивизию. Но эти ребята меня такуют, так что не потерял. Мог бы. В принципе, они могли бы отсюда и попробовать прорваться. И нас выбили с вот этих вот позиций, из-за чего я пытаюсь строить ЖД в обходы. В принципе, в один момент я её построю. Посмотрим. У нас уже блокировались фокусы на Юровой арене. Забавно. Ну, слушайте, здесь всё ещё полезные бафы. На самом деле мы можем от Германии получать промку, пополучать бонусные исследования. Тут ещё синтетика, ещё гражданские заводы военные. Как будто полезные вещи. Слушайте, реорганизовали немножко фронт. Конечно, вот этих ребят не получилось нам окружить, добить. Ну, надо понимать, что мы воюем двумя сотнями тысяч против где-то, ну, 1800. И промышленности вот такой. Так что я считаю, наши успехи более чем успешны, как говорится. И нужно просто потихоньку продолжать. То есть отбили вот этот пункт сабжения. Сейчас заново вернём вот этот. И как-то заново попробуем дожать. И нас пытаются форсированными атаками выбить. Блин, ну я могу сказать только удача. Ну, у нас на самом деле выбьют, скорее всего. Но это вряд ли будет сильно выгодно. Смещаем войска. Здесь оставляем по одной дивизии. Здесь пишется красным, но это фейковая информация. У нас очень большая атака. Что мы с ними разбираться будем. Там немцы хотели нам до Урольса отправить. И сразу же почему-то передумали. Видимо, у них там какая-то война началась. Хотя нет. Страна. В любом случае, можно попробовать попросить у них... Некой поддержки. Не сильно они хотят. Уасманов тоже тут дела по горло, как говорится. Ну ладно. Вместимся сейчас сюда кое-как. И будем пушить вот этот мусором жения. И потом прибираться к карачам. Снова. И под форсированными атаками индусы потеряли очень много. Мы же наоборот делаем новые дивизии. Просим поддержки у Германии. Она нам её даёт. Ещё и по фокусам тоже сейчас неплохо так подбустимся. Плюс. Да, у нас зарождается некоторая промышленность. И на самом деле нормально. За три месяца военный завод меня более чем устраивает. Я смог-смог здесь пробиться. Сразу же делаем вот так. И делаем безопасным так. Чёрная синтетика, да. Тут пункт снабжения. Теперь у нас здесь скоро должны появиться припасы. И так и есть. Они появились. Теперь можем попробовать допушить всё-таки. Наконец в этом направлении. И дожрать их. Я надеюсь мы сейчас их дожмём здесь. К примеру мы можем делать вот так. Есть у нас некоторые проблемы с тем, что у нас не хватает. Чуть-чуть дивизии казалось бы. Надо делать всё-таки наверное вот таким вот образом это дело. И короче взяли мы это сюда, это сюда. Здесь застроим жд обязательно. Так только вот таким вот образом. Прекрасно. И дожимаем. До конца. Только до конца. И вот оно. Достаточно большое количество дивизий здесь оказываются окружёнными. Если они атаковали не одновременно, а теперь одновременно. И здесь фронт стабильный. Скоро мы начнём это дело менять. Только мы будем полноценно наступать. Сколько дистанта потеряла войска, это просто немыслимо, я думаю. В общем есть такое ощущение, что мы должны были уже выиграть. Но решений у меня никаких нету. Иментов не было. Фокусов нету. Ну так это делаем. Видишь, что так и должно быть. Мы должны просто продолжать воевать. И да, эти дивизии наконец-таки свободные. Уже мы их теперь подправляем сюда. И сейчас перейти в наступление. Единственное, я ставлю одну дивизию вот здесь, в Карачах. Потому что эти ребята высаживались вот сюда, как вы помните. А значит они могут высадиться и в Карачи. Так все говорят с Туркестаном. У нас как будто должно было быть что-то. Но Россия уже съела Туркестан. Россия, конечно, немножко такая поджатая. Тут ещё вот эти ребята поджали. Неплохо так территорию, я вам скажу. Это кто? Это социал-демократы. Необычно, наверное, видеть это всё. Ну ладно. В любом случае, эти ребята для нас опасны. Но пока что они ещё имеют кучу дебафов. А уже почти 39-й год. Значит, как будто около безопасной ситуации у нас. Смотрите-ка, тут можно либо сделать лензи приглашать, либо захватывать. Ну и оральский какой-то договор с Россией. Давайте посмотрим вообще, что это такое. Ну и начинаем здесь наступать. Благо, дивизии у нас теперь более чем достаточно. Что с ебалом англосаксы, как говорится. Но продолжим уже в следующей серии, ребят. С вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичьи, скрутбусте. Всё как обычно. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok